О чем ты прямо сейчас, о чем ты беспокоишься? Вообще-то я достаточно беспокоен для человека. Прямо сейчас ты о чем ты беспокоишься? Тогда о чем надо говорить? Ну хорошо, человек может беспокоиться по каким-то мелким совершенно. Когда ты говоришь, что человек может беспокоиться? За какого человека? Я понял, он нужен конкретный пример. Кто конкретный? Мы можем говорить только о твоем опыте и моем опыте. Все. Даже о твоих представлениях не интересно и о моих представлениях не интересно. Только живой опыт. Что есть в твоей жизни, что в ней было, и что есть сейчас в моей жизни, что в ней было. Все. Вот это формат общения. Все. Представления можно бесконечно сравнивать. Представляешь, мы сейчас полезем в дебри буддизма. От войны скажем, ты знаешь, вот там есть такой нюанс. Вот в школе них немножко по-другому говорят на эту тему. Не так, как карма. Потому что Цунтапа в этом теле написал вот то-то, то-то. Думаешь, кому-то интересно это, что ты слышишь? Гораздо интереснее, слушай, меня вот там-то, там-то. А меня вот там-то, там-то, да. Ну так тебе надо было вот то-то, а мне надо было вот это. Живой опыт. Что у тебя было в твоей жизни? Это гораздо интереснее. Там есть энергия, понимаешь? Энергия вопроса, энергия осознания какого-то, мудрости какой-то, ясности какой-то. А за Цунтапова, ну чего там-то. Что-то да, что-то мы там прояснили, но мне скучно на эту тему общаться. Как я смогу узнать, что со мной будет после смерти? Умрёшь. Что будет потом? Я останусь в каком-то качестве, свойстве? Я тут не даю никаких комментариев или прогнозов, что с тобой будет после смерти. Ты будешь так же, как сейчас что-то ты осознаёшь, будешь осознавать что-то дальше. Потому что ты являешься осознанием. Когда ты говоришь «я», что будет со мной после смерти? Про кого «я» ты говоришь? Про какого «я»? Вот это представление, которое сейчас у тебя есть о тебе, оно разбавится. Вот это представление рассыпется. Будет какое-то новое представление. Какое конкретно будет у тебя, я не знаю. Но будет какое-то представление новое о себе. А что связывает меня сейчасшнего и тем, кем я буду в следующей жизни? Что между ними связывающественно? Осознание. Осознание. Вечное осознание. Которое никуда не исчезает ни в какой момент. Ничего не происходит. Оно происходит постоянно. Нет у нас такого опыта, в котором ты говоришь «меня не было». Это абсурд. Кто фиксировал опыт, что его не было? Нет у нас такого опыта. Мы все время есть. Кто не знает этого состояния «меня не было». На одной из своих лекций, я смотрел на интернете твои лекции, ты говорил, что в момент глубокого сна ты же исчезаешь. Как бы «я» исчезает. А что тогда остается? Исчезает это представление, да. Но чувство «я» есть, оно остается. Ты же выходишь из сна и говоришь «я крепко спал». Ты же говоришь о каком-то состоянии. Ты же его как-то для себя зафиксировал, что «ты крепко спал». Ты же разделяешь три состояния основные. Выборствование – сон со сновидением и сон без сновидения. Ты его для себя выделил как отдельное состояние, которое ты называешь «я крепко спал». Ну, я знаю, что я заснул, и я проснулся, и в этот момент ничего не происходило, и вот, значит, я спал без сновидений. Ну, само состояние ты для себя выделил как отдельное состояние, правда? Ну, я вот не… То есть ты не знаешь, что такое «крепко спать»? Ну, как бы ты осознаешь, что это постфактум. Да. Но ты не можешь себе сказать, что «вот, я сейчас крепко сплю» в процессе сна. А какова природа сознания, она когда сужается в какую-то область, в бодрственнии, например, да, тогда всё остальное для него как бы не здесь. Так же, как во сне, когда тебе что-то снится, ты что-то про бодрственния забываешь. И его словно нет. Ну, так же, когда ты спишь, нет снов, тогда тоже ничего другого нет. Вот эти три состояния не словно автономны. Но есть штука, в которой все три состояния происходят. Это и есть осознание. Ты осознаешь, что ты находишься во сне без сновидений. Даже сейчас в бодрствовании ты это состояние для себя выделил как отдельное. И можем о нем поговорить. И тогда получается у нас такое представление, бодрствование – это базовая реальность. Базовая здесь. База здесь у нас, да? И из него я выхожу в сон со сновидением, и из него я выхожу в сон без сновидений. А база здесь. Так вот база не здесь. База в другом месте. Из этой базы ты приходишь сюда в бодрствование, и из нее же ты выходишь в сон со сновидением, и в сон без сновидений. Четвертое есть место, в традиции индуйское называется Турия, Турия, четвертое состояние. Но даже это не ты, потому что в традиции то, что называется наша истинная природа, называется Туриятита, то, что стоит вообще за этими четырьмя представлениями, но оно уже неописуемо. А почему вот в этом базовом состоянии бодрствования я знаю, что я могу спать со сновидениями, могу спать без сновидений, но во сне со сновидениями я совершенно забываю, что я могу бодрствовать. То есть вот эта реальность отсекается. Он больше всего влиться, и поэтому возникает, из-за его протяженности возникает ощущение базы здесь, только из-за его протяженности. Если брать форму восприятия сна, форму восприятия бодрствования, они по своей природе очень похожи. Ну некоторые сны мы помним, может быть даже всю жизнь, но никогда мы во сне, но обычный человек, да, умеет. Память, это не то, что я называю природовосприятием. То, как ты воспринимаешь что-то сейчас и то, как ты воспринимаешь сон по своему способу восприятия аналогично. Аналогично. Ты сейчас, можно сказать, сновидишь этот мир? Или ты медитируешь сейчас? Весь Питер себе намедитировал. Можно так сказать. Точно так же, как ты сам себе показываешь сон, и сам же его смотришь. Точно так же сейчас ты сам показываешь себе Питер, и сам его смотришь. Только когда ты думаешь, что ты делаешь это вот этим телом, вот тут телом ты вот это сделать не можешь. Тело так же смотрится, как есть Питер. Ну как бы я и тело показываю сам себе, да? Нет, тело так же смотрится той штукой. Осознание тела и осознание Питера из одного места идёт. Но у тебя сейчас и у всех способ восприятия реальности завязан на том, что ты думаешь, что ты сейчас из тела это всё смотришь. В этом вся загрузка. Всё, больше ничего. Если ты увидишь, чем ты смотришь тело, на этом всё закончится. То есть это состояние бодрственное тоже смотрится из другого места. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр!